Привет! Очень хочу вам показать, рассказать свои покупки, которые я сделала и подарки, которые мне были подарены. И эта часть у меня о косметике. В общем, не будем тянуть кота за хвосты и за все другие части тела, лапы. И приступлю. Какие-то из этих вещей были куплены со скидками. Какие-то из этих вещей были присланы в каких-то коробочках финских подписных. Что конкретно я буду говорить. Какой коробочке конкретно, я, к сожалению, не могу сказать, потому что не помню. Начну с вот этой вещи. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Это эсси. Это набор рождественский. Как вы видите, еще тут такое рождественское все оформление, все такое красненькое. В общем, здесь лак. Очень, кстати, красивый лак в оттенке Bubbles Only. И топ. Топ я его просто обожаю. Это уже мой второй топ подобного типа. Цена здесь на нем 19,50. И, если я не ошибаюсь, 70% скидка. То есть, где-то это мне обошлось, ну, немножко даже меньше, чем 6 евро. За 6 евро вы даже не купите вот этот вот топ. То есть, этот топ, по-моему, если я не ошибаюсь, стоит около 12 или 13 евро. Я первый раз этот топ купила в Италии. И продавец, она мне сказала, ну ты же понимаешь, что этот топ работает только с лаками эсси. Я сказала, да-да-да, конечно, конечно, с лаками эсси, только с ними. На самом деле, люди, это все чушь, потому что этот топ, он шикарно работает с любыми другими лаками. Он, конечно же, будет хорошо работать с лаками эсси, но он будет работать не хуже. С лаками любыми другими я наносила этот топ на Мак, наносила этот топ на Орли, на ОПи, на Ноготок, на какие-то еще бюджетные другие лаки, на Мавелла. В общем, все хорошо получается, все хорошо работает, поэтому никого не слушайте, если вам нужен этот топ. Обязательно обзаведите себе каким-нибудь вот таким вот наборчиком, потому что в любом случае здесь получится дешевле. Еще одна вещь, это был подарок, и, как видите, это такой вот очень классный подарок, по крайней мере, мне так кажется. Это вот такая вот магнитная палетка, здесь она вот закрывается, здесь такая прозрачная штука. Очень большая палетка, и это, кстати, это материал. Она сделана вручную, очень она красивая, мне она очень нравится. Шикарная, огромная, очень-очень большая, жду не дождусь, пока начну наполнять эту палетку, благо есть чем. Следующая вещь, это был подарок. Это мне был подарок, это вот такая штука от Inglot, и это HD Sculpting Powder, в общем, это пудра для скульптурирования лица. У меня это номер 513, он вот так вот выглядит. Кстати, цвет передается совершенно удивительно точно. Вот так вот он выглядит. Здесь тоже всё точно. На лице, на руке он такой, знаете, припыленная коричневатая роза. То есть здесь есть такой небольшой холодный оттенок розоватого. Ну, в общем, всё классно. Это просто отличная тень под щёку, например, на скулы, в общем, на все эти вот места на лице. Очень хорошая штука, очень мне нравится. У меня эта вещь сейчас на лице, но в качестве румян. Конечно же, эту штуку её можно использовать и в качестве румян, и в качестве контуринга, и в качестве теней. В общем, как хотите, так и используйте. Вообще вот эти вот все пудровые штуки, да и кремовые штуки, они очень многофункциональны. Используйте их как хотите, не нужно там конкретно уже следовать каким-то указаниям. Ещё одна штука, и, кстати, вот эта штуковина, она мне пришла в каком-то, в какой-то финской коробочке. Дело в том, что я её даже не буду открывать. Цвет, он ужасно немой. Ужасно немой. Это обновлённая их серия блесков для губ, и это у меня номер один. Sheer. То есть, я, кстати, мне нужно пойти в магазин, потестить, как он выглядит. Потому что я даже не хочу открывать, потому что если мне цвет этот не понравится, я просто её кому-нибудь подарю. Это Nordic Seduction от Lumine, и здесь 4,5 грамма, несмотря на то, что огромная, очень-очень большая упаковка. Не знаю вообще ничего об этих глоссах, липкие ли они, нелипкие, как они стойкие, не стойкие, абсолютно ничего о них не знаю, никогда их не пробовала. Пробовала их предыдущие глоссы так себе, потому что они были липковатые, хотя их у меня было много, но они были липковатые. Но в то время, когда я их покупала, липкость блесков, это была совершенно нормальная вещь. Сейчас, конечно, нет. Что у меня ещё здесь есть? Я сейчас повытаскиваю. Вот такая вот штука от Kix. Kix это магазин косметики скандинавский, и здесь их две вот таких вот, которые упали. Это просто вот такие вот штучки для очищения лица. У меня они были в наборе. Набор я покажу в следующем видео, потому что набор ухода за кожей. Ещё одна вещь, это тоже было прислано мне в финской подписной коробочке, и это я точно знаю, что это за март. Это вот такая вот щётка. Щётка для бровей от марки Ibero. И она вот так вот сгибается, я так понимаю, разгибается. Короче, её можно вот так вот запрятать. То есть вот этой штукой вы расчёсываете брови, и вот этой штукой вы тоже, по идее, расчёсываете брови. Короче, не знаю, когда они вкладывают в коробочки вот такие вот инструменты, и для меня это немножко вызывает такое, вот знаете, ну типа нахрена. Потому что можно было вложить что-то то, что, например, ну у нас точно нет, потому что ну щётка для бровей, мне кажется, у многих людей есть. Если у кого-то нет щётки для бровей, можно взять старую кисточку от туши, помыть её, и будет такая же щётка для бровей. Ну, не знаю, по-моему, это просто трата места в подписной коробке. Вот такая вот вещь, это две вот такие смывки бифазика от Clinique. И было это в какой-то коробочке, или где-то, или это было в подарок, не помню. Не помню. Но, нужно сказать, что эти вещи мне очень нравятся, у меня уже несколько штук их было, несколько штук я уже использовала. Вот, и ещё есть эти две, я две тоже подарила племяннице, и нам очень всё нравится. Вот такие вот салфетки от Simple. Simple это британский бренд, и у меня от них было несколько кремов. Это такой, знаете, бренд, направленный на... больше на молодёжь. Что-то у меня было там для жирной кожи. Я не помню, что, но мне нравилось. И, в общем, у меня здесь салфетки для снятия макияжа с глаз, именно для водостойкой туши. Здесь их всего лишь 10 штук, я их буду хранить, потому что есть у меня тушь, например, та, которая сейчас на мне, она действительно какая-то драконовская, её очень трудно смывать. Попробую вот этими салфетками. Ещё одна штука, и это тоже, это подарок. Это вот такой вот Inglot Lip Paint. Сейчас я вам покажу. Это номер 67-й, и он очень красивый. В одном из следующих видео будет у меня эта штука на губах. Вот так он выглядит. Такая чайная роза, очень красивая. Спасибо, спасибо тому, кто подарил. И ещё одна вещь, тоже от Inglot, и это тоже подарок. Это вот такой вот помадка для губ номер 89. Такой вот сливовый оттенок, ну, сливово-лиловый, очень тоже красивый оттенок. Конечно же, под какой-то определённый макияж, потому что если нет, есть шанс того, что будете как немножко утонувший человек. Ещё одна вещь, это такая вот мини-штука от Lumine, и это точно было в какой-то коробочке подписной финской, и это бифазик от Lumine. У меня уже есть полноразмерная штука, но это тоже очень неплохо. Здесь, кстати, 50 миллилитров, и в полноразмерной штуке 250 миллилитров. Ещё несколько вещей. Это мне было прислано за покупку в каком-то корейском магазине, и это вот такие вот салфетки для промакивания лица. В общем, у меня уже были, и это марка Jolsey, не знаю. У меня они уже были, хорошие очень штуки. Ещё одна штука, это Isadora Vigwam, и это Heavy Lush из маскара. Это тушь. Я её покупала в магазине Kix, пока ещё руки не дошли до неё. В общем, она должна делать такие очень большие, тяжёлые, красивые ресницы. Посмотрим. Как видите, она у меня ещё запакована, я ещё её не трогала. Вот эта вот вещь от марки Manna Kadara. Это я точно знаю, что это было прислано в коробочке. Здесь 4 миллилитра. Посмотрите, какая она маленькая. И тушь вот так вот выглядит. Пахнет как тушь. Кисточка вроде бы как неплохая. 4 миллилитра всё такое компактное. В общем, тоже попробую, посмотрю, как она будет на ресницах. Ещё вот такая вот штука сделана в США. Это сушка. Сушка, которая называется My Nail, фиг знает. Вроде бы как то, что мне сказали, что эта сушка, она просто супер-дуперная сушка. Обязательно посмотрю, обязательно её сравню с теми, что я уже пробовала, с теми, чем я уже пользовалась. Например, Sesh Vite. Кстати, она мне очень понравилась. Проблема в том, что через какое-то время она просто начинает себя пакостно вести. Она отодвигает верхний слой лака. И получается, что лак у вас засыхает моментально. Но верхний слой лака, он немного сдвигается. И если у вас, например, два или три слоя лака, то это очень видно. Сначала, когда она только-только была куплена, только-только была открыта, она так себя не вела. Причём это уже у меня было две бутылки. И с обеими вот такая вот история. Вот эта штука, это было сто пудов куплено мною, наверное, для того, чтобы добиться бесплатной пересылки. Это вот такая штучка. Это бальзам для губ от Evroche. В зимней коллекции. И вот такая вот штука. Это Evroche Grand Rouge Elixir, которые у меня уже есть две штуки. И они мне очень нравятся. Вот ещё одна. И это у меня номер 101. Первый. Красивый. И ещё одна вещь, которую я не показывала, которую я покажу только сейчас. Это вот такая вот шикарнейшая помада от Colistar. Она заслуживает своего отдельного видео. Я его обязательно сделаю. Кажется, что вроде бы как с ней. Ну что, помада и помада, да? Ну, такая вот, да? Но в этой помаде есть одна очень интересная особенность. Здесь микроглиттер. Микроглиттер точно такой же, как и в помаде от Dolce & Gabbana. Кстати, она магнитная. В общем, я сниму об этой помаде обязательно отдельное видео. И эта помада мне досталась с 20% скидкой. Более того, к ней ещё в подарок шла мини-версия их новой туши. Вот. Это всё. Да, это всё, что у меня есть из косметики. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть хоть что-то из этого, напишите, пожалуйста. Мне будет очень интересно послушать, что вы думаете об этих продуктах. И на этом всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok